Заряжается приблизительно, наверное, часа 2-3. Опять зависит от полной зарядки, наверное, часа 2-3. Сам приобрел, собственно говоря, звук. Предупреждающий сигнал и фонарь для передвижения в темное время суток. За 4 года Андрей Кузнецов свой электросамокат практически не ремонтировал. Зарядил и поехал. При этом автомобиль у него тоже есть. Но по пробкам до работы это, говорит, лучший вариант. Это работа с работой. Потом по городу, по работе. Допустим, если нужно что-то купить, или встретиться с кем-то, по большому счету, у меня к нему есть трос, я его прикрепляю где-то на входе. И либо складываю, беру с собой. 4-й год я езжу, 4-й сезон. И после 2-го сезона накупился. Прикинул просто, какую-то визину потратил, подкрыл. И он уже в плюсе был. Андрей признается, самокат не самый безопасный транспорт. Его разгоняется до 25 км в час. Этого считает более чем достаточно для города. Но у него есть права и опыт вождения, знания правил. Многие же пока передвигаются на самокатах без документов. Нужны ограничения в плане, чтобы повысить безопасность передвижения этих транспортных средств. По скорости или место выделено? Я думаю, по скорости. Ну вообще 20 км в час здесь пешеходная зона. И по правилам дорожного движения не больше 20 км в час. Носится? Да не то слово. Км в 40 как минимум. Меня это не пугает, меня это радует. Что люди отдыхают, катаются. Ну просто как бы скорость, да. Потому что я и сама водитель, и как бы знаю, что такое скорость. На всех прокатных самокатах есть ограничение скорости. Но это не спасает от происшествий. Потому что очень сложно предугадать действия впереди идущего человека. Или даже ребенка. Поэтому специалисты советуют прикататься. А главное изучить тормоз. Как отмечают специалисты, человек, катающийся на электросамокате, в экстренной ситуации начинает тормозить ногами. Или спрыгивать на ходу. И это главная ошибка. У травматологов сейчас существует даже новое понятие. Переломы, полученные при падении с высоты и на скорости. В этом году официально в Саратове ДТП не зафиксированы. В прошлом свыше десяти. В заводском районе молодой человек даже погиб, залетев под бензовоз. Должны передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам. Но также, как в правилах написано, надо действовать таким образом, чтобы не превышать среднего потока участников дорожного движения. То есть, если передвигать по пешеходным дорожкам и плотный поток пешеходов, следует двигаться со скоростью средней потокового движения пешеходов. В ближайшее время планируют создать ГОС с требованиями к безопасности передвижения на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. В том числе ограничить такому транспорту скорость и предустанавливать на производстве систему спутникового слежения. Тормозить на пешеходных зонах она заставит всех автоматически. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.